Субтитры делал DimaTorzok Мы уже заказали банкет на Кубе. Вот 31-го числа там планируем праздновать. Семьей. Я завтра тоже улетаю на острова к семье. С девушкой, с ее семьей. С родственниками. Семьей. Семьей и с друзьями. Мы одни будем встречать. Все вместе. У вас есть какие-нибудь традиции? Да, конечно. Традиционная утка. Будем готовить на новогодний стол. Я готовлю мясо с черносливом и курагой. Картошка с курицей. Я люблю мамина оливье. Она делает очень вкусную запеченную курицу. Меренговый рулет люблю делать. Вот, наверное, вот это вот как король Нового года у нас на столе. Ну, оливье, думаю. Самый вкусный салат. Еще? Ну, даже не знаю. Да, все новогодние блюда самые вкусные. Мы обязательно украшаем елку, украшаем дом и обязательно в один из новогодних дней собираемся всей семьей за большим праздничным столом. У нас очень много игрушек. Мы украшаем весь дом. Поэтому это неотъемлемая часть этого праздника. Пойдем на площадь, на елку, кататься на горках. Да, у нашей семьи есть традиция. Мы начинаем год с молитвы. С молитвы. Это семейный праздник. Вот, всем дарим подарки. Мы садимся за скромный стол. Вот он где-то наполовину постный, потому что идет рождественский пост. И у нас, у христиан, есть, как бы, ну, можно сказать, впереди еще главный праздник. Это Рождество Христово. Ну, классическое. Ставим елку и идем смотреть салюты. Традиция, наверное, недавно появилась. Мы вот все дарим друг другу подарки. Я вот с собой везу тоже кучу подарков детям особенно. Где бы мы ни праздновали Новый год, 1 января, мы собираемся у моих друзей дома и продолжаем праздновать. Мы всегда, получается, в 12 мы загадываем желания, на листочках пишем и зажигаем их. Всегда они сбываются. У нас есть традиция. Мы перед Новым годом всегда лепим дома пельмени и закладываем туда сюрпризы. И 1 января, как правило, мы их готовим и начинаем расшифровку тех желаний, которые попадаются в наших праздничных пельменях. И все желания сбываются. В нашей семье есть такая традиция. За час до Нового года мы ставим елку. Или за полтора. И всей семьей в темпе ее наряжаем. Это бывает очень весело. Или иногда папа едет за кресла и забирает всех из дома, кому скучно. А мы тем временем с мамой украшаем елку. В этом году поставила искусственную и украсила ее в цветах барби. У меня розово-серебристая елка. Я бы хотел, чтобы все осталось как прежде. Еще больше лучших моментов, событий в целом. Для меня и, наверное, для моих близких и окружения моего. Хорошо. Отучиться, Господи. Развитие. Ну, наверное, и профессионального, и личного роста. Чего вы ожидаете от 2024 года? Ну, наверное, как и все. Добра, тепла, терпения. Счастье и благополучие вообще в их окружении. С возрастом под курантом начинаешь загадывать уже не какие-то дорогие подарки и вещи, а здоровье, счастье близким. Вот поэтому жду позитива. Финансового благополучия. Я пожелаю, чтобы у всех все было хорошо и никто никогда не болел. Больше путешествий. Да, больше путешествий. И встречи с друзьями. Снега. Чтобы выпал красивый, крутой снег, и чтобы было не сильно холодно. И подарков. Мира, добра, любви, счастья и, конечно же, здоровья. Всех с Новым годом. С Новым годом. И с наступающим Рождеством Христовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова